Я хочу представить вам свою индивидуальную проектную работу «Белорусская детская литература». Целями и задачами моей работы являются познакомиться с краткой характеристикой самой Республики Беларуси, узнать об особенностях белорусской детской литературы, собрать материал по этой теме, сделать презентацию по этой теме, познакомиться для классиков с особенностями белорусской детской литературы. Обоснование выбора темы. Детская книга совсем немного лет. Само понятие, как детская литература, не существовало еще не 500 лет назад. И в рамках своего проекта я бы хотела узнать, как формировалась детская литература Республики Беларусь, осветить основные этапы ее развития и понять, как распространены сроки книги в наше время. Краткая характеристика Республики Беларусь. Официальное название – Республика Беларусь. Столица – город Мусс. Площадь – 207 06. Само государство является унитарным. Президентская республика. Бук-парламентская. Состоит из шести областей. Государственный язык белорусский и русский. Белорусская литература. Сформировалась на общей почве с русской и украинской литературой эпохи Киевская Руссия. Белорусская детская литература. Эта литература на белорусском языке, написанная белорусскими авторами. Формировалась как жанр литературы, относится к XVI веку времени возникновения белорусского книгопечания. Становление белорусской литературы через белорусский детский партнер. Истоты белорусской детской литературы лежат в густном народном творчестве. В основе лежит детский народный фольклор. С рождения белорусской литературы для детей. С возникновения белорусского книгопечатания получили распространение и учебные книги. Первыми такими книгами были псалты Франциска Скорина, катехизис Симона Будного, науку по читанию и разумению, письмо словецкого Лаврентия Зизаня. Зарождение литературы в XVII веке Большая часть зарождения белорусских произведений относится к Семену Полоцкого. Он был учителем, белорусским учителем, и задавал своим детям для праздников написать различные стихи и произведения. И также сам писал диплометии, то есть стихи, которые ученики сами выставили на публику. В XVIII веке появились такие драматургические произведения, как школьная драма, интермедиа, комедия и вертель. Интермедиа писали преимущественно ученики. В XIX веке для детей писал Франциска Богушевич, который говорил о необходимости создать книги для детей на родном языке для их просвещения. Также проявляется творчество Ядов Борщевского. С 1863 по 1864 года посчитаются они самым благоприятным временем для развития белорусской детской литературы. И только в конце XIX века... В начале XX века идет большое развитие детской литературы через печатание национальных журналов. Писали различные авторы, передавали свои произведения, исключить благодаря при помощи детских журналов и выпуская различные сборники. В начале XX века развитие периодически скайпича для детей. Выпуская самым популярным журналом является журнал «Зорги». Печатаются различные произведения и ярко мавры управляются одним из самых талантов. Также детская белорусская литература военного времени отличается патриотическим направлением. В конце 50-х годов также наблюдается военная тематика, но также уже проходят мирные произведения. В XX веке, в 60-80-е годах, белорус совершил активное сопровождение дискуссиями и творческими поисками. После длительного перерыва в детской литературе возвращается Владимир Дубовка. Также такой же процесс идет и в 90-х годах XX века. Начало XXI века. В XXI веке также много опечатывается различных произведений, уже более на современную тематику. Также уходит из употребления произведений, которые потеряли свою актуальность. В период с 2002 по 2013 выходит книга Валерия Копеева «Школьная жизнь», «Ловушка на родителя», «Сказка о солнечном поле» и многие другие сборники для детей. К выводам надо переходить, 5 минут прошло. Современная белорусская проза для детей стремится по возможности удовлетворить потребительность книжного рынка. В XXI веке существует, существенным образом меняется само восприятие детской литературы. Больший интерес к народной литературе можно приявить, используя различные электронные приложения, и превращая книги в «Быков» и в различные, не переходя на электронные книги. Спасибо за внимание. На нашей выставке представлены... Подойди сюда. Книги Василия Быкова, да? И здесь вот как раз представлены сказки «Полески и Робинзоны», вон Кондрат Крапива есть, да? Да.